Привет, друзья! Прошло более 20 лет после того, как состоялась премьера фильма «Титаник», снятый режиссером Джеймсом Кэмероном. И сегодня мы поговорим о том, как сложилась жизнь актеров, которые сыграли главные роли в фильме. Ну а начнем мы с Леонардо Ди Каприо, который исполнил роль Джека Доусона. Леонардо Ди Каприо родился в Лос-Анджелесе в ноябре 1974 года. Актерская биография Леонардо началась, когда он был совсем маленьким мальчиком. В 2,5 года он сыграл в эпизоде детского телешоу. В подростковом возрасте будущий киноактер начал посещать театральные курсы, где старательно обучался актерскому мастерству. Позже 4 года учился в одном из университетов Лос-Анджелеса, где также выбрал театральный факультет. Кинематографическая биография Ди Каприо началась с работы в рекламе. В дальнейшем актер делает успехи в кино. В детском и юношеском возрасте парень снялся в трех десятках рекламных роликов. Но и в фильмах юному актеру тоже удалось появиться. Ди Каприо сыграл небольшую роль в культовом сериале Санта-Барбара. Потом были многосерийные ленты Розанна и Новые приключения Лесси. Настоящий дебют Ди Каприо в кино состоялся в 1991 году. Он снялся в комедийном фильме ужасов Зубастики 3. Но вскоре получил более выгодное предложение в проекте «Жизнь этого парня». Здесь юный артист впервые поработал со звездой экрана первой величины Робертом Де Ниро. С 1995 года парень появляется в фильмах, которые сделали его узнаваемым и популярным. Прежде всего это вестерн «Быстрый и мертвый», где артист играл вместе с Расселом Кроу и Шерон Стоун. Сразу за этой кинолентой последовал фильм «Полное затмение», где Ди Каприо появился в главной роли. После этого актер снялся еще во множестве картин, но по-настоящему популярным. Он проснулся после съемок у Джеймса Кэмерона, который трудился над созданием фильма «Титаник». Первоначально Лео хотел отказаться от роли, но в конце концов он согласился, поскольку Кэмерон верил в его актерские способности. Фильм стал главным культовым событием года и получил 11 премий «Оскар». Однако церемония сопровождалась скандалом после того, когда киноакадемики не выдвинули парня в категории «Лучшая мужская роль». Именно роль в «Титанике» выдвинула его в ряды самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. В 1997 году был включен в список 50 самых красивых людей мира по версии журнала People. Следующей успешной кинолентой, в которой был задействован актер, стала криминальная трагикомедия «Поймай меня, если сможешь». Также в 2002 году Ди Каприо впервые снялся у режиссера Мартина Скорсезе в фильме «Банды Нью-Йорка» о столкновении между бандами коренных американцев и эмигрантом в Нью-Йорке. Однако на премии «Оскар» банды Нью-Йорка постигла неудача ни одной премии из 10 номинаций. После совместной работы Скорсезе и Ди Каприо решили еще раз попробовать вместе. На этот раз Скорсезе решил снять фильм «Авиатор» про американского бизнесмена Говарда Хьюза. Лео потратил около полутора лет, подготавливаясь к роли. Фильм «Авиатор» имел огромный успех. Леонардо выиграл свой первый «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар», но награда ушла к Джейми Фоксу за роль в фильме «Рэй». В 2012 году Квентин Тарантино предлагает Ди Каприо роль в своем вестерне «Джанго освобожденный». Лео соглашается и впервые играет злодея, обаятельного и одновременно циничного и жесткого рабовладельца Келвина Кэнди, за что получил 9 номинацию на «Золотой глобус». Леонардо возвращается к Скорсезе и снимается в его новом фильме «Волк с Уолл-стрит». В основу фильма легли одноименные мемуары Джордана Белфорта, бывшего нью-йоркского брокера, который был осужден за отмывание денег и ряд прочих финансовых преступлений. За эту актерскую работу он был удостоен второго «Золотого глобуса», а также вновь выдвинут на премию «Оскар» и «Бафта». На «Оскар» Ди Каприо был также номинирован за продюсирование фильма. С осени 2014 года Ди Каприо участвовал в многомесячных съемках фильма «Выживший». Он исполнил роль траппера Хью Гласса, который в начале 19 века был брошен умирать в диких местах на северо-западе США, однако сумел выжить, несмотря на серьезные травмы. Съемки проходили в Канаде и на юге Аргентины и завершились только летом 2015 года. Фильм вышел на экраны в самом конце 2015, а 28 февраля 2016 года принес Ди Каприо долгожданный «Оскар» за главную мужскую роль. Лео за эту роль получил целый ряд других премий, в том числе очередной «Золотой глобус» и премию «Бафта». В общей сложности фильмография актера насчитывает около 40 киноработ. Что касается личной жизни, то Леонардо Ди Каприо – предмет постоянного и пристального внимания медиа. Лео до сих пор не женат, хотя ему уже за 40. В жизни знаменитости было много романов и красивых женщин, но ни одной из них не удалось женить на себе голливудского красавца. В 90-х Леонардо встречался с белокурой датчанкой, моделью Хеленой Крифтенсен. Многие предполагали, что девушка станет женой киноактера. Героиней второго романа Ди Каприо была еще одна модель – бразильянка Жизель Бюндхен. Свою любовь к девушкам модельной внешности актер подтвердил, когда завел отношения с моделью из Израиля Бар Рафаэлли. Девушка едва не довела Лео до алтаря, но брак сорвался. Окончательная точка в этих отношениях была поставлена в мае 2011 года. В 2011 и 2012 очередные две модели – Блейк Лайвли и Эрин Хизертон. И эти романы оказались скоротечными и безрезультатными в плане брака. В 2014 и 2015 актер встречался с немецкой моделью Тони Гарн. В конце сентября 2015 Ди Каприо снова начал появляться на публичных мероприятиях один. В мае 2017 года в американской прессе появилась информация о том, что Ди Каприо расстается с датской супермоделью Ниной Агдал. Как сообщает издание People, киноактер оказался не готов к серьезным отношениям и созданию семьи с 25-летней манекенщицей. Отмечается, что знаменитости сохранили хорошие и дружеские отношения. Американские журналисты постоянно следят за действиями голливудской звезды. В 2017 году в прессе появилась информация о том, что Леонардо Ди Каприо тратит баснословные деньги на процедуры по омоложению. Предполагается, что мужчина ежемесячно тратит около 25 тысяч долларов на лазерный пилинг. Омоложение актеру обходится в 300 тысяч долларов в год. Лео владеет домом в Лос-Анджелесе и квартирой в Беттери Парк Сити в Нижнем Манхэттене. В 2009 году актер купил остров Блекодор около Белиза, на котором планирует открыть экологически чистый курорт. В 2013 году он стал совладельцем гоночной команды Venturi Grand Prix Formula E Team. На данный момент Лео 43 года. Друзья, будем надеяться, что Ди Каприо будет радовать нас и далее своей безупречной актерской игрой. Ну а мы перейдем к следующему персонажу из фильма «Титаник» Розы Дьюит Бьюкейтер, которую сыграла очаровательная Кейт Винслет. Кейт Элизабет Винслет – настоящая британка. Она появилась на свет в городе Рейдинг, графства Бергшир в октябре 1975 года. На сцене девочка появилась в пятилетнем возрасте, поначалу играя ангелов. В детстве она была пышечкой, что нередко становилось поводом для насмешек одноклассников. С 11 лет она изучала азы актерского мастерства в театральной школе и регулярно выступала на сцене. Первый успех Кейт почувствовала после спектакля «Питер Пен», где сыграла Венди, а на экранах появилась в рекламе сухих завтраков. Кинематографическая биография Кейт Винслет началась в 1991 году, когда ей едва исполнилось 16 лет. Поначалу она снималась в небольших ролях разных малоизвестных телесериалах. Успешной для Кейт стала мелодрама «Разум и чувство». Фильм получил немалую популярность и 134 миллиона долларов в прокате. 21-летний Винслет картина принесла три награды, одна из которых престижная премия Бафта и первая номинация на Оскар. Удачным оказались и следующие две картины, вышедшие в 1996 году. Это мелодрама «Джуд» и лента «Гамлет». Но все предыдущие достижения померкли рядом с тем оглушительным успехом, который обрушился на актрису после выхода «Титаника». Благодаря фильму актриса второй раз была номинирована на самую престижную премию. Девушка и дальше предпочитала сниматься в картинах, которые считала не только прибыльными, но прежде всего интересными. Например, ради съемок в малобюджетной ленте «Погружение» Кейт даже отказалась от гонорара. Актриса продолжает потихоньку подниматься по лестнице успеха и очередной ступенькой к нему становится мелодрама «Вечное сияние чистого разума», которая принесла девушке третью номинацию на Оскар. В этом проекте британская актриса снималась в главной роли вместе с Джимом Кэрри, вышедшим за рамки обычного комедийного амплуа. В том же успешном 2004-м Кейт получила четвертую номинацию на главную кинопремию. Это случилось после выхода картины «Волшебная страна», в которой она снялась вместе с Джонни Деппом. В пятый раз Уинслет попала в номинацию на Оскар за работу в ленте «Как малые дети», сыграв героиню Сару Пирс. И снова вожделенная статуэтка ускользнула из ее рук. В конце 2008-го года вышел фильм «Дорога перемен», в котором снова встретились Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. Они снова сыграли влюбленную пару. Картина имела огромный успех и актриса была награждена «Золотым глобусом». В этом же году за работу в картине «Чтец» Кейт получила премии от гильдии актеров и «Золотой глобус». А в феврале того же года британскую кинозвезду ждал настоящий триумф. Кейт Уинслет наконец получила долгожданного Оскара. На данный момент актриса продолжает сниматься в кино. Ее фильмография насчитывает более 40 киноработ, последние из которых фильм 2016 года «Призрачная красота», фильмы 2017 года «Между нами горы» и «Колесо чудес». Что касается личной жизни, то первый серьезный роман Кейт Уинслет начался во время съемок в картине «Темное время года». Именно тогда она встретилась с актером и писателем Стивеном Треддером. Кейт на тот момент исполнилась 16, Стивену 28. Пара встречалась 4 года, но браком этот роман не увенчался. Через некоторое время после расставания Треддер заболел и умер от онкологии. В ноябре 1998 года Кейт впервые вышла замуж. Ее избранником был Джим Триплтон, режиссер, в фильме которого Уинслет снималась годом раньше. В этом браке на свет появилась дочь Мия, но уже через год пара разошлась. Вторым мужем британской актрисы тоже был режиссер. Свадьба с Сэмом Мендесом состоялась весной 2003 года. В декабре у супругов родился сын, Алфи Уинслет Мендес. После его появления пара прожила в браке до 2010 года и рассталась. Личная жизнь Уинслет наладилась в 2011 году, когда она во время отдыха встретилась с Недом Ронкреллом, британским миллионером, который моложе актрисы на 3 года. В декабре 2013 года у них родился сын, Биар Блейз Уинслет. Сейчас семья живет в Великобритании. Еще Кейт известна как приверженка вегетарианства, а также ведет борьбу за милосердное обращение с животными. Уинслет не раз выступала за бойкот ресторанов, в меню которых предлагается фуагра. Сейчас актрисе 42 года. Друзья, если вы недавно на этом канале и хотите узнавать о выходе новых видео, то при подписке жмите на значок колокольчика. Всем успехов!